Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. В данном видео хочу вам предложить очередной расклад. Данный расклад буду выполнять на всех волнующую тему, скажем так, реалии нашего времени. Оно называется «Интернет-роман. Есть ли перспективы?». Работаю я сегодня с колодой Modern Spunscalter Custer Staro. Скажем так, в российской версии, в реплике этой колоды, оригинала, называется «На тайны современного заклинателя». Работаю я, как вы знаете, как на прямых, так и на перевернутых арканах. Всего я выложу 8 вариантов. Смотрите, первый аркан будет указывать на ту ситуацию, которая, скажем так, обстоит между вами на данный момент, то есть как развивается ваше общение. Второй аркан покажет, перейдет ли ваше общение в реальную жизнь. И третий аркан впоследствии покажет, есть ли перспективы у вашего интернет-знакомства. Итак, загадывайте, пожалуйста, своего партнера, либо партнершу. Каскад является универсальным. Проговаривайте ваши имена, даты рождения и задавайте картам вопрос. Каковы перспективы у вашего интернет-знакомства? По что оно перерастет? Итак, основа ситуации для тех, кто выбрал первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой варианты. Пожалуйста, определяйтесь с выбором и будем с вами смотреть. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант. Основа ситуации. Ну, смотрите, здесь общение либо длится давно, либо в целом у вас идет один и тот же бег по кругу. То ссоритесь, то миритесь, то общаетесь, то можете друг друга, знаете, как закидывать в черный список, не общаться. Постоянно одно и то же бег по кругу без каких-либо изменений. Перейдет ли ваше общение в реальную жизнь? Будет ли у вас встреча? Перевернутый маг указывает, что нет. Здесь чистой воды манипуляции, игры на чувствах друг друга, пытание, попытки что-то доказать самой либо самому себе. Да, знаете, как даже желание самоутвердиться. К чему же по итогу приведет ваше общение? Да ни к чему. Оно сойдет на самотек, потому что никто из вас не захочет бороться за эти взаимоотношения. Но, к сожалению, именно так. Напоминаю, что карты в колоде и прямые, и перевернутые. Если в вашем варианте выпали все перевернутые, ну, значит, как тому и быть, таким образом к вам идет поток информации. Для тех, кто выбрал второй вариант, к чему приведет или что у вас на данный текущий момент? Ну, по карте император стабильность. Мужчина для вас очень значимый. Мужчина, безусловно, ведет и курирует эти взаимоотношения. Скажем так, держит руку на пульсе. Мужчина для вас, если смотрит женщина, очень значимый. Который бы вам не хотелось терять, вы на него делаете большие ставки. Давайте посмотрим, перейдет ли ваше общение в реал. Ну, то есть, встретитесь ли вы в реальной жизни. Так, ну, по перевернутой пятерке мечей есть такая вероятность, но крайне слабая. Потому что здесь, знаете, либо могли что-то накосячить и теперь пытаетесь исправить. Возможно, такая уже вероятность была, кто-то что-то из вас где-то спасал. Либо вы не знаете, как же все-таки этому посодействовать. Но, тем не менее, давайте смотреть, к чему может привести ваше общение. Ну, выход за рамки. Потому что здесь, знаете, вот вы отпустите желание ситуацию его удержать. Перестанете за него держаться. То есть, раз, допустим, мужчина не стремится, ну и бог с ним, да, иди на все четыре стороны. Но все-таки, будет ли это оправданно? Будет это оправданно, потому что вы понимаете, что мужик хоть и может быть и классный, но сама по себе ситуация, товарищ, который разбивает вам сердце. А этого вы, безусловно, не хотите. Поэтому и пустите его на все четыре стороны. Потому что по перевернутой четверке Пентакли, как бы вы за него не держались, как бы не играла ваша ревность и чувство собственницы, вы понимаете, ну, что насильно мил не будешь. Смысл его удержать, либо за него удержаться. Нужно жить дальше. Для тех, кто выбрал третий вариант. Так, ну вот здесь ситуация кризиса. Либо у вас идет какая-то духовная стагнация. Нет общих точек соприкосновения, но в плане общих интересов. Здесь может быть языковой барьер. Либо в целом, знаете, когда люди слишком закрыты, вы друг друга не понимаете. Давайте же посмотрим, перейдет ли ваше знакомство в реальную жизнь. Нет, видите, здесь ситуация расстояния. Никто не готов это расстояние преодолевать. Ситуация тупика. Но все же в перспективе будет ли какая-то возможность. Так, в перспективе по королю Жезлов. Если это мужчина огненной стихии, это Овен, Лев или Стерлиц, он все-таки попытается проявить каким-то образом инициативу. Если мужчина другой стихии, то здесь вам в целом может попасться другой мужчина на вашем жизненном пути. Так, давайте смотреть. Вот шестерка Жезлов. Посмотрите, как здесь проиграется. Варианта события 2. Если мужчина ваш огненной стихии, это если смотрят женщины, да, то какая здесь будет развитие ситуации, то несмотря на это вот расстояние, на этот застой, который происходит в ваших взаимоотношениях, мужчина будет делать какие-то шаги навстречу вам, и по шестерке Жезлов здесь может быть и переезд, и прекрасное развитие ситуации. Да, ситуация, видите, карта победы. Вообще в старинных толковниках шестерка Жезлов это очень часто была карта свадьбы. Если ваш мужчина не является представителем этой стихии, у вас может произойти внезапное знакомство, внезапная, скажем так, встреча с другим мужчиной, судьбоносным, который у вас идет по судьбе. Если смотрит мужчина, расклад на женщину, то вам здесь нужно, скажем так, проявить инициативу, потому что если вы этого не сделаете, то ваши отношения просто-напросто сойдут на нет. Вам здесь нужно искать подход к женщине. Для тех, кто выбрал четвертый вариант, что же у нас здесь? Ну, здесь, знаете, как я говорю, игра в одни ворота, то, что происходит на текущий момент. То есть если кто-то постоянно тянется к этому общению, пишет, звонит, а второй это принимает как должное и не особо, скажем так, старается вести такую же политику в отношении вас. Так, ладно, перейдет ли ваше общение в реаль? Ну, я здесь не вижу таковых перспектив. И что же здесь вообще? Ну, понимаете, активные действия, которые ни к чему не приведут, потому что здесь я не вижу стремлений, я не вижу каких-то попыток. Это общение, которое просто само по себе сойдет на нет. Уж простите, но как есть. Для тех, кто выбрал пятый вариант. Что у нас здесь? Так, например, на текущий момент вы можете быть оба несвободны, либо находиться в состоянии ссоры, разругаться по каким-либо причинам. Перейдет ли ваше общение в реал? Ну, какие-то закрытые перспективы. Либо вы уже не желаете, либо партнер не желает, либо вы не видите в этом смысла. Хорошо. К чему же все идет? Да ни к чему. Ситуация крушения. Скорее всего, вы в ссоре и понимаете, что здесь уже особо-то и выжимать нечего. Ну, все сошло на нет. Так, для тех, кто выбрал шестой вариант. Что здесь? Перевернутый дурак. Ну, на текущий момент, это знаете, как продолжение общения, ну, такое вот легкое, на волне, какое-то вот ребячество, беспланов перспектив на будущее. Знакомство могло вот совсем недавно состояться. Абсолютно новый человек в вашей жизни. Ранее вы с ним не общались. Перейдет ли ваше общение в реал? Более чем вероятно. Особенно, если у вас мужчина из земной стихии. Этот лец, козерог или дева. Либо же мужчина уже состоявшийся и состоятельный. Может быть и такой вариант. К чему все это приведет? Ну, смотрите, по перевернутому зубку, называю еще своими именами. Либо здесь будет покупаться ваша любовь и отношения за деньги, да? Либо эта связь так останется легкомысленной. Давайте все-таки для вас уточню. Ну да, потому что, вот видите, жрица, мужчина здесь, скорее всего, не свободен и просто ищет приятного времяпрепровождения. Поэтому по карте жрица взаимоотношения ваше воспринимает, ну, знаете, желание. Ищет себе, как бы, любовницу, тайные взаимоотношения на стороне. Так, для тех, кто выбрал седьмой вариант. Что же у нас здесь? Так, по перевернутой четверки жезлов. Есть какие-то аспекты непонимания, подорванного фундамента вашего общения. Что-то не совсем гладко, но это не совсем критично. Давайте посмотрим, перейдет ли общение в реал. Так, ну, по двойке мечей, да, потому что это здесь, знаете, как сложить какие-то мечи войны, какие-то пререкания. То есть вы готовы идти друг к другу на контакт, вы готовы взаимодействовать. К чему это общение приведет? А вот здесь очень хорошие перспективы. Я объясню почему. Потому что по тазу жезлов это отношения, которые имеют старт, имеют будущее, могут перерасти и в создании семьи, и ситуацию где-то рождения. Здесь страсти много, много эмоций, залипания. Отношения действительно значимы, но дай бог, что у вас так получилось. Для тех, кто выбрал восьмой вариант. Давайте смотреть. Так, здесь ситуация трудного выбора. Что происходит на текущий момент? Либо вы выбираете из нескольких таких же товарищей, с которыми вы пишетесь, либо ваш товарищ выбирает из множества барышин, с которыми он пишется. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, к чему приведет такое сопоставление. Так. Перейдет ли ваше знакомство в реальное, скажем так, положение вещей. Перевернутая девятка Пентакли, это знаете, когда слова вашего партнера либо партнерши не соответствуют его поступкам. Может наобещать золотые горы и слиться. Ну, хорошо. Давайте все-таки перепроверим. Да что тут перепроверять? Перевернутая звезда, крушение планов, крушение надежд. Поэтому не хочу вас расстраивать, девочки и мальчики, но по восьмому варианту это просто, знаете, как лить воду лучше, что, собственно, здесь и происходит. Вот такой вот расклад. Надеюсь, он для вас был полезен и информативен. Для тех, кто хочет получить мои консультации в индивидуальном порядке на платной основе, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Я искренне вас благодарю за просмотр. Желаю вам только всего наилучшего. Ваша Ева Лехцер.